Экономические агенты Пионером в их классификации был Леон Вальрас 1834-1910 годы жизни Основатель Лозангской экономико-математической школы Почему он маржиналист? Попробуйте вспомнить, что означает маржинализм в экономике из темы 2 Субъектом экономики считается тот, кто самостоятельно принимает решения и осуществляет свои хозяйственные планы Поэтому функционирование экономики обеспечивается хозяйствующими субъектами Имеющими право распоряжаться экономическими ресурсами и реализующими тем самым собственные интересы Экономические субъекты активны В ходе своей деятельности они ставят конкретные цели Принимают самостоятельные основные хозяйственные решения Участвуют в производстве, распределении, обмене и потреблении экономических благ Это мы с вами уже знаем Таким образом к экономическим субъектам относят как производителей Так и потребителей экономических благ Ну и также те, кто организует функционирование хозяйства для достижения общественного благосостояния Условно их подразделяют на микро и макро субъектов Среди основных участников, как мы видим, принято выделять Домашнее хозяйство, фирмы, государства и некоммерческие организации При этом домашнее хозяйство и фирмы относятся к рыночным агентам А государства и некоммерческие организации к нерыночным Положение и роль каждого экономического агента Зависят от отношения его к экономическим ресурсам Или факторам производства Одни располагают капиталами Другие землей Третьи рабочей силой Или предпринимательскими способностями Отсюда возникают разные возможности для реализации потребностей людей Их интересов и способов для достижения своих целей В современных теориях, развивающих принципы классического либерализма Единственным реальным агентом признается индивид Все остальные агенты рассматриваются как производные Рассмотрим подробнее основные хозяйственные субъекты Домашнее хозяйство или домохозяйство Это субъект экономики Который состоит из одного ведущего Самостоятельного хозяйства индивида Или группы людей Живущих совместно и ведущих общее хозяйство Домашним хозяйством относят не только семьи Но и отдельных индивидов Им принадлежат экономические ресурсы общества Они получают доходы, предоставляя факторы производства Это труд или рабочую силу Капитал, землю и другие ресурсы В нашем основном учебнике об этом не сказано Но неоэкономисты Например, в том числе и я таковым себя считаю К таким факторам производства относят информацию Так вот, продавая ресурсы Домашнее хозяйство получает доходы Которые используют на потребление и сбережение Целью деятельности домашних хозяйств Является потребление То есть удовлетворение потребностей Сбережение населения становится источником Улучшения благосостояния домашних хозяйств в будущем Как потребители население является независимым агентом Поскольку принимает решение самостоятельно И уровень потребления каждого отдельного субъекта Ограничивается только размером дохода Приходящегося на каждого члена семьи Ну, наконец, мы переходим к фирме К предприятию Это также самостоятельные хозяйственные единицы Ведущие экономическую деятельность Путем создания разного рода благ И через инвестирование Это капиталовложения Идущие на развитие и расширение производства Решают свои задачи Так вот Целью деятельности предприятия В отличие от домашнего хозяйства Является не удовлетворение личных потребностей А упрощение позиций предприятия на рынке За счет максимизации прибыли Что способствует увеличению масштабов производства Они, как экономические агенты Закупают производственные ресурсы У домохозяйств И тем самым осуществляют Производство благ Таким образом, домохозяйства Формируют Спрос на товары и услуги Экономические блага А фирмы определяют Спрос на ресурсы И предложение Товаров и услуг Коммерческие предприятия и фирмы Различаются По формам собственности Видам производственной деятельности Объемы производства И другим критериям По формам собственности Мы видим частные Государственные Коллективные И другие предприятия фирм По видам производственной деятельности Предприятия делятся на производящие Материальные блага Потребительские И инвестиционные товары И предприятия, которые предлагают услуги По степени концентрации Фирмы подразделяют на мелкие Средние и крупные По признаку доминирующего фактора Видим трудоемкие Материалоемкие Капиталоемкие И наукоемкие предприятия В России По организационно-правовому статусу Различают Хозяйственные товарищества И общества Производственные кооперативы Государственные и муниципальные Унитарные предприятия Индивидуальные предприятия И некоммерческие организации Вот последние Это самостоятельные Субъекты экономики Целью деятельности которых является Реализация интересов Групповых экономических единиц В том числе государств К некоммерческим организациям Относятся Учебные Медицинские Культурные учреждения Научные учреждения Благотворительные фонды Общественные институты Создание и функционирование Некоммерческих предприятий Стало фактором социализации Современной экономики Так образовательные Учебные заведения В том числе бесплатная Их часть Призваны удовлетворять Потребности людей В знаниях Во владении профессией В подготовке И переподготовке кадров Предприятия здравоохранения Заботятся о поддержании И восстановлении Здоровья людей И вот мы видим Что есть еще один Вид некоммерческой организации Это потребительские кооперативы Их целью является удовлетворение Материальных и иных потребностей Участников кооператива На основе объединения его Членами имущественных Поевых взносов Некоммерческими являются Фонды Образуемые из добровольных Имущественных взносов Которые используются на Благотворительные Культурные и иные Общественно полезные цели На основе Единых интересов Базируются И всевозможные Общественные организации Граждан Удовлетворяющие Общие потребности Например Общественные организации Таким образом Некоммерческие организации Являются активными Экономическими Субъектами Наряду с домашним Хозяйством и бизнесом Наряду с указанными Субъектами Большое значение В хозяйственной жизни Имеет государство Как экономический Субъект Оно собирает Налоги С домохозяйств И фирм Использует Средства Госбюджета Для закупки Товаров И услуг Необходимых Для жизнедеятельности Государственных Органов Ну например На оборону На правоохранение Различные системы Защиты Экологии И так далее На социальные Нужды Общества Кроме того Государство Располагает Большими Природными Ресурсами Которые Активно Используют В интересах Общества Его Вмешательство Осуществляется В многообразных Формах Поэтому Можно сказать Что государство Есть экономический Агент Который Действует Совместно С индивидуальными Экономическими Субъектами И Группами Существуют Различные Показатели И критерии Характеризующие Активность Государства Это Доля Государственных Расходов Доля Налогов ВВП Размеры Государственной Собственности Количество Государственных Предприятий И Другие Критерии Активности Пожалуйста Запомните Вот эти Критерии И Подумайте Какое Какое Значение Он Он будет Представлять Бизнес Расходуя Свои Доходы На товары И услуги Он будет Являться Членом Домашнего Хозяйства Пожалуйста Это Запомните Наряду Наряду С легальными Экономическими Субъектами Существуют Также И Нелегальные Или Полулегальные Экономические Субъекты Они Формируют Теневую Экономику И Вы Должны Всегда Это Четко Представлять Это Тоже Субъекты Экономики Они Тоже Влияют На ее Развитие Подумайте Сами В какую Сторону Современная Экономическая Теория Исходит Из Предпосылок О Рациональном Поведении Экономических Субъектов Это Означает Что Их Интересом Целью Является Получение Максимального Результата При Данных Затратах Запомните Пожалуйста Вот Первый Вариант Рационального Поведения Второй Вариант Минимизация Затрат При Заданном Результате Некоторые Даже Ученые Аналитики Мешают Эти задачи В кучу И Делают Грубейшую Ошибку С точки зрения Теории Управления Нельзя Одновременно Максимизировать Результат И Минимизировать Затраты Такого Быть Не Может То есть Какое-то Из этих Факторов Фиксируется Нормализируется Становится Константой А другой Фактор Максимизируется Или Минимизируется Не Делайте Пожалуйста Эту Ошибку Например Домашнее Хозяйство Стремятся Получить Максимальную Полезность От Приобретаемых Благ В рамках Своего Дохода Это Нормально Или Фирмы Нацелены на Получение Максимума Прибыли На Расширение Масштабов Производства На Завоевание Новых Рынков Это Тоже Нормально Государство Ориентировано На Обеспечение Интересов Общества В целом На Рост Общественного Благосостояния При Определенном Бюджете Замечательно Так Вот Ощущая Собственные Потребности Экономические Субъекты Стремятся Улучшить Своё Существование Человеческие Потребности Многообразны Их Удовлетворение Обеспечивает Сохранение Поддержание И развитие Субъектов Экономики Оно Происходит Путём Использования Конкретных Благ Создаваемых Производством Поэтому Между Производством И Потребностями Существует Тесная Взаимосвязь С одной Сторон Потребность Это Двигатель Производства Стимул Для его Совершенствования С другой Производство Создавая Продукты Стимулирует Потребности В них Посмотрите На этот Слайд И догадайтесь Почему Одна из этих Стрелок Больше Другая Меньше Потребности С течением Времени Множатся Усложняются Дифференцируются Это происходит В результате Развития Производства Появления Новых Его Методов Совершенствования Технологий В том числе И в сфере Образования А может быть Мы заблуждаемся Это не Совершенствование А шаг Назад Это наша Задача Думать Изучать Анализировать Все это Позволило Выявить Вот это Уже Общий Закон Закон Возвышения Потребности Согласно Которому Экономические Потребности Бесконечны И не Имеют Предела Так вот В системе Экономических Потребностей Выделяют Личные И Производственные Потребности Формы Проявления Экономических Потребностей Как вы Сейчас Видите На слайде Являются Экономические Интересы То есть Мотивы Стимулы Хозяйственной Деятельности Направлены На удовлетворение Потребностей Субъектов Экономики Они Как вы Видите Делятся Наличные Связанные С индивидуальными Потребностями Домашних Хозяйств Коллективные Выражают Необходимость Удовлетворения Потребностей Групп Населения Предприятий Некоммерческих Организаций Всех Тех Кто Объединен Этим Общим Интересом И Интересы Общественные Представляют Потребности Общества В целом Всего Государства Условия К рыночной Экономики Приоритетное Место Занимают Личные Интересы Именно Они Являются Главным Стимулом Для ведения Экономической Деятельности Производители Ориентируясь На реализацию Личных Интересов Получение Большего Дохода Повышение Качества Жизни Способствуют Удовлетворению Общественных Потребностей Вот это Очень важно Ориентация На личные Потребности Как главная Цель Общественного Развития Политика Стран Социально Рыночной Экономики Строится Таким Образом Чтобы Гармонизировать Интересы Всех Видов Дорогие Студенты Это Не Исключает Противоречий Между Личными Коллективными И общественными Интересами Их Разрешение Предполагает Прямое И косвенное Вмешательство Государства В Экономическую И Социальную Жизнь Общики Экономические Стимулы Как Факторы Усиливающие Желание Получать Материальную Выгоду Становятся Мощным Побудительным Условем Деятельности Людей Конкретный Факт Формами Проявления Стимулов Являются Уровень Денежного Дохода Заработная Плата Это не Одно и Тоже Запомните Положение В обществе Это понятно И другие Формы Проявления Так вот Интересы И стимулы Способствуют Возникновению Материальной Заинтересованности Введении Дел Субъектами Экономики Вместе С тем Средства Которыми Располагает Человек Коллектив Или Государство Для удовлетворения Своих Потребностей Всегда Ограничен В этой Связи Ограниченное Средство Удовлетворения Потребностей Предполагает Конкуренцию В борьбе За их Использование Так вот Конкуренция Это Соперничество Экономических Субъектов За право Использования Тех или иных Благ Которых Заинтересованы Различные Группы Людей С этим Связана Проблема Выбора Направления Использования Благ И удовлетворения Потребностей Других Людей Экономическое Поведение Людей При ограниченности Ресурсов И безграничности Потребностей И формирует Поведение Рационального Поведения Человека Которым Заложено Стремление Получить Максимальный Результат При минимальных Затратах Что в принципе Неправильно Итак Экономический Субъект Он Рациональный И эгоистичный Рационализм И эгоизм Действия Такого Экономического Агента Либо базируются На принципе Максимизации Выгоды Либо Базируются На принципе Формальных И неформальных Норм Которые Устанавливаются Различными Общественными Институтами Поэтому Различают Полную И ограниченную Рациональность В первом В первом случае Предполагается Что человек Наилучшим Образом Использует Имеющуюся Информацию И достигает Наивысшего Разрыва Между достигнутыми Результатами И произведенными Затратами Максимум Выгоды При Минимуме Затрат Мы уже сами знаем Что с точки зрения Управления Это неправильно Но психология Такова Ограниченная Рациональность Отражает Невозможность Использования Все информации Из-за трудностей Ее сборе И анализе Помните Мы говорили Что информация Является Фактором Производства Отлично Мы говорим Что в этом случае Решения Принимаются На основе Опыта Интуиции Что приводит К меньшему Результату Опыт У всех разный Интуиция Тоже У всех разная Поэтому Нужна информация А еще точнее Сведения Все экономические Субъекты Стремятся К рациональности Однако Возможности Ее реализации Весьма Ограничены Признание Ограниченности Рационального Поведения Экономических Агентов Означает Что субъекты Экономики Не имеют Полной информации О предпочтениях Других И подчас Не четко Осознают И понимают Свои интересы Помимо Предпосылки О рациональном Поведении Экономических Агентов Существует Концепция Эгоизма Экономических Субъектов То есть Следование Своим Интересом При этом Различаются Три формы Эгоизма Сильная Полусильная И слабая Сильная Форма Эгоизма Дорогие Мои студенты Означает Что отдельные Экономические Субъекты Могут Вести себя Предательски Оппортунистически То есть Противодействуют Используют Ложь Коварство Воровство Мошенничество И тому подобное Преследуя Свои Корыстные Интересы Эгоизм В полусильной Форме Представляет С собой Следование Своим Интересам Без Использования Обмана И Всякого Рода Махинации И Наконец Слабая Форма Эгоистического Поведения Проявляется Когда Субъект Действует На базе Чужих Представлений О своем Интересе Такое Поведение Называется Послушанием И оно Близко К альтруизму То есть Фактически Противоположно Эгоизму Подумайте И скажите Что Вы считаете Для себя Здесь Правильным Какой Сделайте Вы Выбор Так Вот Экономический Рост В развитых Странах Привел К Значительному Повышению Благосостояния Как Отдельных Семей Так И Общества В целом Поэтому Во многих Случаях Действует Иная Модель Поведения Homo Экономикус Когда В процессе Реализации Интересов На первое Место Выдвигаются Потребности Самовыражения В реализации Престижа В использовании Свободного Времени Для всестороннего Развития Личности Спасибо За внимание Продолжим обсуждение На наших Практических Занятиях Редактор 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 Корректор Продолжение следует...